Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я записываю видео, которые помогают улучшать качество жизни. Сегодня поговорим об эмоциях, о том, как проявлять эмоции, о том, как справляться с эмоциями, потому что они есть у каждого человека. Это наши энергетические проявления, энергетические проявления нашей души. И эмоции мы можем выражать совершенно по-разному. Есть целая шкала тонов, которая простирается от самых низов, там, где есть апатия, умирание и самые низкие эмоции, и вверх до энтузиазма, воодушевления, когда мы радуемся жизни. И все эти эмоции присущи нам. Каждый раз в какой-то определенный период времени мы можем испытывать ту или иную эмоцию. И мы можем, конечно же, ее испытывать как внутри, так и проявлять наружу. Вы наверняка замечали, что многие люди, кто-то является больше интровертом, перепроживает все внутри, кто-то выражает очень ярко это все наружу. Например, для меня присуще проживание эмоций внутри, хотя я наблюдал вот за своей мамой, она выражает их очень ярко наружу, и эти все эмоции, ну, скажем так, проявляются и затрагивают других людей. У каждого это по-разному, но здесь есть очень важный момент. Когда вы осознаете эти эмоции, которые есть у вас внутри, и можете осознанно их проявлять, то есть осознанно это каким образом, да? То есть если вас, например, затронуло что-то, и вам хочется, там, не знаю, орать, злиться, кидать какие-то предметы, да, то тут будет неосознанное проявление эмоций, потому что что-то вас включило, и вы начинаете выходить из себя, проявлять себя каким-то вот таким очень будоражащим образом. Осознанно это когда вы можете посмотреть, что есть внутри вас, и проявить это так, чтобы вы могли это контролировать, да? То есть даже если вы проявляете какой-то гнев, то чтобы это был осознанный гнев, то есть контролируемый. И тоже касается любой эмоции. Можно даже осознанно плакать или смеяться. Все это возможно. И есть практики, которые помогают это сделать. Например, есть практика медитации ошевская, где человек осознанно смеется, осознанно плачет, осознанно молчит. Вот, да, то есть это помогает человеку понять, что любую эмоцию можно проявлять осознанно. И также в жизни. Вот заметьте, когда вы, например, чувствуете, что вам хочется проявить какую-то эмоцию, вы можете это сделать. Если вам хочется проявить, например, эмоцию гнева или боли, или страха, вы можете это сделать. Но самое главное, сначала почувствуйте это и дайте себе возможность это сделать. Потому что когда вы не даете возможность, подавляете, когда это отрицаете, потом оно проявляется и выходит из-под контроля, и вы действуете неосознанно. То есть это уже становится выше, чем вы. То есть эмоция берет вверх и вырывается наружу, и вы не можете уже ее контролировать. Есть также очень важные и такие интересные упражнения, когда вы садитесь с вашим партнером напротив друг друга и, например, испытываете какую-то эмоцию. То есть можно начать с самого низа шкала в этаном, там, где вы испытываете апатию, почувствовать апатию и как-то вот так ее показать, проявить, чтобы ваш партнер тоже почувствовал, что это апатия. То есть вы как бы общаетесь вот так невербально, то есть вы показываете эмоцию. Ну можно, конечно, что-то и говорить, но основной посыл идет изнутри, как энергетическая составляющая. И вот когда вы это чувствуете, эту эмоцию, важно, чтобы почувствовали ее и другие. И вы наверняка, может быть, видели, допустим, вы заходите в помещение, там стоит какая-то определенная эмоция, определенное состояние. Вы заходите, уже чувствуете эту эмоцию, чувствуете, что она уже там проявилась, и вам как бы, ну как правильно сказать, хочется либо остаться в этом помещении, либо покинуть его. Все зависит от того, какая это эмоция. Если там стоит эмоция какой-то злобы, то хочется поскорее оттуда свалить, уйти. А если там эмоция какой-то радости, счастья, вам хочется остаться, побыть в этом пространстве. И точно так же вот в вашем пространстве дома вы можете создавать эмоцию покоя, счастья, благополучия. И тогда гости, которые будут к вам приходить, будут это ощущать. Да вы и сами это будете чувствовать. Вам будет хотеться находиться в вашем помещении. И там будет вот это пространство любви, спокойствия и счастья. Поэтому давайте сделаем небольшую практику, как обычно мы делаем в наших видео последнее время. Просто закройте глаза, сядьте, закройте глаза, побудьте вот в этом состоянии медитации, создайте пространство, почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И ощутите эмоцию. Вы можете выбрать любую на данном этапе. То есть неважно какую. Самое главное, почувствуйте эту эмоцию во всех проявлениях. Так как вам хотелось бы. Не сдерживайте ее, наоборот. Проявляйте в полной мере, усиливайте ее. Дайте ей возможность проявиться, чтобы она полностью появилась в вашем пространстве. Испытайте ее в полной мере. Да, и когда испытаете, почувствуйте, какая это эмоция. Чтобы вы могли в обычной жизни потом проявить ее вот такой, какой вы ее почувствовали. То есть важно именно в том, что вы в данном случае даете ей проявиться. И осознаете, что это под вашим контролем. Что вы это делаете. Что не эмоция берет вверх над нами, а что вы проявляете эту эмоцию. Потом, когда вы почувствовали одну эмоцию, возьмите другую эмоцию. Например, вы почувствовали там эмоцию страха. Дали ей возможность проявиться, прочувствовали ее. Потом возьмите, например, эмоцию горя. Почувствуйте эмоцию горя. Дайте ей возможность проявиться в полной мере. Ощутите ее. То есть какая она. То есть не подавляя, наоборот. Усиливая ее. Не давая ей возможность проявляться. И так вы можете пройтись по всем основным эмоциям. То есть начиная от апатии, потом горя, страх, гнев, антагонизм, скука, консерватизм, радость и энтузиазм. Это так я надевал какие-то такие основные эмоции. Вы можете по ним пройтись и взять еще какие-то дополнительные эмоции, которые, может быть, у вас в жизни возникают чаще. Вот самое главное, что вы берете это под свой контроль. То есть почувствуйте, как вы это делаете, как вы проявляете эти эмоции. И потом вы можете точно так же это использовать и в жизни. То есть в жизни проявлять эмоции, не сдерживая, то есть взявы под свой контроль. Вот я, например, использую практику процессинга. То есть мы выявляем в прошлом те эмоции, где человек, например, они проявились и вышли из-под контроля человека. Обычно это какие-то негативные эмоции, боль, гнев, страх, какая-то апатия. И прорабатываем эти случаи и убираем оттуда вот этот заряд, когда эмоции проявились бесконтрольно. И потом заряд уходит, и человек вновь может испытывать любые эмоции. Самое главное, что он делает это осознанно. То есть он берет их под свою ответственность, под свой контроль. И тогда вы становитесь властелином эмоций. Вот. Это очень важная практика. Используйте ее в своей жизни. Если у вас есть какие-то эмоциональные состояния, с которыми вы не можете справиться, вы можете написать мне личные сообщения, контакты мои, указанные в описании к этому видео. И мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу, как можно справиться с вашим состоянием. А потом можно будет сделать сессию проработки по процессингу, о которой я говорил, где мы найдем случаи этих, где эмоции проявлялись бесконтрольно. И уладим это. Состояние начнет выправляться. То есть вы возьмете вашу, скажем так, эмоциональный интеллект под свой контроль. И будете чувствовать, что вы властелин эмоций. Вот. Друзья, это вот было видео об эмоциях. На самом деле, еще один важный момент хотел сказать, что видео, которое я записываю, это, по сути, я делюсь своими наблюдениями, своими озарениями, состояниями. То есть это не для того, чтобы куда-то кого-то привлечь или что-то пропагандировать. Это видео о том, как я переживаю это в жизни, как я это вижу у других людей, что приходит из моей практики, вот, когда я помогаю другим людям с помощью процессинга улучшать свое состояние. То есть я рассказываю о различных темах, чтобы каждый человек мог увидеть это. Применить это к себе. Если у вас какие-то появляются вопросы, комментарии, то смело пишите их под этим видео. Там есть специальное поле для комментариев. И я постараюсь ответить на вопросы. Если на что-то не ответил, пишите мне в личные сообщения, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Я открыт к общению и буду рад вашим комментариям, вопросам. Вот. Все, что необходимо, я постараюсь ответить. Поэтому я, друзья, вам желаю счастья. Это, если видео понравилось, то поставьте палец вверх, это отметка нравится. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь его подписчиком. И, конечно же, включите колокольчик, чтобы он напоминал вам о новых видео, которые выходят ежедневно. Также поделитесь этим видео с друзьями. Я уверен, оно тоже будет им полезным, и они смогут его применить в своей жизни. Вот. Если захотите поддержать канал, то также реквизиты указаны в описании к этому видео. И две моих книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление», которые вы можете скачать по ссылкам в описании, прочитать их и использовать в своей жизни. Вот. На сегодня мы будем заканчивать. Я вам желаю всего самого наилучшего, счастья, гармонии, удачи. Вот. Посмотрите те видео, которые появились сейчас на вашем экране. Это о процессинге счастья и мой сайт, на котором больше информации об этой замечательной технологии, которая позволяет улучшать качество жизни. И также подписка на мой канал. Ну, опять же, для тех, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Вам всего доброго и до скорой встречи в следующем видео.